Мама говорит, я болезненная была, я тем более в Россию приехала или с эвакуацией, чуть не умерла вообще. А где вы в эвакуации были? А мы всю войну в Германии были. В смысле вас загнали туда? Нас сразу загнали. Ну пойдемте я расскажу. Давай сейчас быстренько подсчетать, на пол диваняшка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При Балтике тут нас в одно место собрали, всех зарегистрировали, вышел он, телячьи вагоны, и повезли в Германию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вдруг она слышит с пассажирского поезда, кричит Марфушка, Марфушка. Ее Марфа звали маму. Мама оглядывается. Кто кричит, смотрит на эти на окна. Брат ее, мамин родной брат. С Малакса. У нее три брата или четыре брата в Малаксе жила. И сестра жила там. Марфушка, иди к нам. Вот наш эшелон стоит. Ну, сходили там к начальнику эшелона, просили. Ей разрешили перейти. 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 Тоже этот эшелон тоже в Германию идет. Ну, это самое. Они там поместились. И пускай друг на дружке. Вместе своей. Все уже родные. Мама рада была. Вот. И это самое. Наш эшелон ушел. Наш эшелон ушел. Наш эшелон разбомбили. Вот. Говорят, что этот эшелон задерживается, потому что тот эшелон пошел под откос. Весь разбомбили. Ну, потом нас привезли в этот концлагерь. В лагере вот мы долго очень жили. Всех раскупили, потому что у них мужики были. У нас мужика не было. Раскупали семьями, да? Да. То есть немцы не делили? Ну, это была покупка. Вот. Как они хотели. Хотели они кого купить? Может быть, вот вас купят, а ее оставят. Вот так было. Вот. Не было там никаких законов. Вот. То есть как получится, так получится. Да. Только то, что мы поедем с ними. Вот. Всех нас везут на продажу. Всех берут, а нас опять в концлагерь возвращают. Вот. Опять у сестры муж был. Вот. Сестру тоже муж и две девочки взрослые у нее были уже. Вот. Старше меня. Ее сразу тоже купили на второй или на третий раз. А нас не берут. И вот уже это самое... Ну, в концлагере там тоже как-то мама ходила. Как-то они по ночам ходили, собирались там, беседовали. Вот. И мама как-то приходит. Еще они с нами все были и говорит, вы знаете, говорит, Библию читали. И говорит, и по Библии вышло, что красный петух все равно победит. Будут драться два петуха. Черный и красный. Красный победит петух. И вот мы еще с начала войны у нас вера была в то, что все равно наши победят. Брат тут устроился в концлагере этим баланду раздавать. У нас в этой... Ну, как правильно назвать? В камере. Была вся семья Нарышкиных. Я говорю, там три или четыре брата у всех семьи были. Вот. И мы все в одной были вместе. Вот он наливает черпаком там это самое погуще. Всегда старается налить нам. Да это считает. Раз, два, три, четыре, пять. Опять перебьет. Хоть один кокшик. Да все равно он нальет. У сестры были косы длинные. Она ходила, ее устроил тоже. По-моему, вот этот Костя безрукий. Он тоже был там в концлагере. И он ее устроил в эту... На кухне картошку чуть-чуть. Она в волосы хоть одну картошку, но принесет. Или брюквенки кусочек принесет. Вот там чугунка такая стояла. Вот. Так мы на этой чугунке тоненькими пластиками резали и пекли. Вот. Потом нас хозяйка купила. Нас хозяйка купила уже последний. К нам уже сказали, что если нас не купят, то нас повезут в газовые камеры. И мама умоляла. Она подошла когда к нам. Мама ее умоляла, что будем работать все. И Валя будет работать, и Вася будет работать, и я буду работать. Вот только одна будет и брюкенка у нас. Я сегодня до зари встану. По-широкому пройдусь болю. Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной помню. М museю встанну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров Н.Лосева